Уже сегодня в Центре культуры Урал пройдет благотворительная акция День красоты и социального обслуживания. Участникам бесплатно сделают стрижку и красивый маникюр. Как это будет происходить, давай узнавайте с первых уст. Да, у нас в гостях начальник отдела по организации бытового обслуживания населения администрации Кировского района города Екатеринбурга Светлана Голубева. Светлана, здравствуйте. И доцент кафедры документоведения Уральского федерального университета, директор салона парикмахерской, бизнес-тренер международного класса Плетнева Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Буквально остался час-полтора до старта этой акции. Расскажите, что сегодня будет вообще происходить. Часть чего придумали такое? Да, акцию эту мы проводим уже с 2008 года. То есть 14 раз, потому что пропустили всего лишь один раз в силу пандемийных ограничений. Но новая площадка Центра культуры Урал дает техническую возможность сделать ее более масштабной и более праздничным мероприятием. Более масштабным, я бы сказала. Более год-то юбилейный и для города Екатеринбурга, и для Кировского района. Сколько Кировскому району, извините? 80 лет. Вот, все теперь знаю. Как получается на эту акцию можно попасть? Какие вот вообще условия для тех, кто впервые, несмотря на то, что она 14 лет, слышит о ней и хочет тоже принять участие? В акции принимают участие ветераны общественных организаций района. Вот сегодня мы раздали пригласительные билеты по 13 организациям. Это и союз блокадников, и ассоциация жертв политических репрессий, труженики тыла, ветераны труда. Даже военкомат мы дали приглашение нынче. Сколько мастеров участвует в этом году в акции? На площадке сейчас организовано 42 рабочих места парикмахеров и 50 рабочих мест для маникюра и эстетических дисциплин, таких как брови будем красить, макияж, различные уходовые процедуры. Ну, я очень волнуюсь и надеюсь, что все эти места будут заняты и пустовать. Обязательно, по-другому не может быть. Поэтому мы ожидаем 92 мастера. Марин, вы будете как кто? Как участник, как главный организатор присутствия на этой акции? Расскажите, пожалуйста. С 2011 года, с момента создания нашей команды, мы каждый год практически кроме пандемии принимаем участие в качестве топ-стилистов по волосам, специалистов по маникюру, бровистов. И с огромным удовольствием посещаем это мероприятие. Это день, когда нам не надо никого силой вести. То есть все с удовольствием отвлекаются на предложение Светланы Александровны принять участие в этом важном социальном проекте. А вот как как раз с другой стороны? Мы поняли, что участники будут приходить по приглашениям, а вот если мастера тоже сейчас нас смотрят и тоже хотят в следующем году как раз поучаствовать, что им нужно сделать? Им нужно просто позвонить в отдел по организации бытового обслуживания. И сказать, хотим участвовать, хочу сам и приведу с собой друга. И даже сегодня могут присоединиться, уже прийти, и мы организуем рабочее место. А вот если пенсионер в этом году не попал в список приглашенных, какую-то заявку можно оставить? Он может отправить вам сообщение, хочу. Да, он может на следующий год отправить заявку, или обратиться в свои районы, в общественные организации, или в администрации районов. Потому что мини-таки дни бытового, мини-дни социального обслуживания проводят многие предприятия бьюти-индустрии и учебные заведения. И у нас тоже они будут еще. Поэтому если кто-то сегодня не попал, могут к нам звонить, мы в любом случае подстрижем к празднику. Ведь вот акция проходит не случайно, вот в преддверии праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Поэтому многие предприятия еще будут продолжать этот флешмоб, так скажем. А вот что еще планируется, кроме того, что наведение красоты, ну то есть человек будет, например, на маникюре, на стыжке, какая-то праздничная, да. Праздничная программа замечательная. Лучшие творческие и вокальные коллективы будут сегодня с нами на площадке. Я не знаю, могу ли я их озвучить. А почему нет? Но откроет программу в 10 часов группа Басанова. О, хорошо. Знаем, наши гости были. Значит, в концертную программу «Большой блок» есть специальный проект, концерт «Бригада добра», тоже с большим концертным блоком. Вера «Роскошь» из программы, полуфиналистка программы «Голос плюс». Во! Представляете, Вадим Колигов, поэт, композитор, директор, обязатель. Ну, в общем, программа разнообразная. Такая насыщенная, что скучать будет некогда. Я Марине хочу обратиться. Марина, вот к людям, которые сегодня придут на эту акцию, нужен какой-то особый подход? Вот вы как бьюти-мастер. Безусловно. Вообще сфера услуг – это сфера контактов. Поэтому нам важно не просто оказать качественную услугу, но сделать все возможное, чтобы наш гость, клиент остался доволен, чтобы он получил впечатление, положительные эмоции. Поэтому, да, наши мастера с удовольствием послушают истории тех очевидцев событий 20 века, которые бесследно не прошли в нашей жизни. Спасибо, да. Будете ли вы проводить эту акцию в следующем году? Я думаю, что... Я думаю, что, конечно, мы должны продолжать этот проект. Спасибо вам большое, что этим утром пришли к нам. Друзья, у нас в гостях были начальник отдела по организации бытового обслуживания населения и администрации Кировского района города Екатеринбурга Светлана Голубева и доцент кафедры документоведения УРФУ, директор салона парикмахерской, бизнес-тренер международного класса Марина Плетнева. Вам удачного дня. Спасибо, что пришли. Спасибо за ваши добрые дела. Ну и обязательно встретимся еще в этой студии, чтобы поговорить, как акции присоединиться. Продолжение следует...